Медики Ухтинской больницы номер один, что в Шудаяге, призывает местных жителей отнестись с пониманием к строительству вертолетной площадки на территории больничного комплекса. Как они отмечают, вариант в этом случае может быть только один. Чем раньше пациента доставят к ним на лечение, тем лучше. А потому сам врачебный персонал полностью поддерживает решение Минздрава Коми о возведении площадки непосредственно у лечебного учреждения. Репортаж Любови Лапиной. Проект вертолетной площадки в Шудаяге, строительство, которое происходит под нуждой санавиации, уже практически готов. Стоимость работ не превышает 15 миллионов рублей. Расходы уже включают в себя вырубку, бетонирование и организацию освещения площадки 25 на 25 метров. Расстояние до ближайшего корпуса лечебного учреждения всего 100 метров. Причем зеленая зона будет максимально сохранена. Минздрав Коми учел абсолютно все нюансы, которые в данном случае требуются. Подтверждают это и сами медики Ухтинской больницы. В отличие от некоторых жителей Шудаяга, которые выступили против строительства вертолетной площадки, позиция врачей жесткая. Даже обсуждать нечего, она здесь должна быть. Ведь на кону вопрос жизни и смерти. Плечо доставки, ну уж очень большое. Посмотрите, сколько доижима там. Больше 200 километров же, да, по-моему. Это как их автомобильным транспортом, их просто не вывезти. Там есть поселки, которые в районах, которые даже с ЦРБ не сообщаются. Ну, тот же самый Том. Вот я знаю, это я просто что знаю. Потом, ну, вот этот вот Шердина в Ухтыльском. Ее тут просто неизвестно, куда там пациента и как везти. Во всех нормативных документах, как отмечают медики, основной упор делается на скорость оказания медицинской помощи. В этом вопросе дорого не то, что каждая минута, а порой и секунда. При этом Ухтинская больница уже более шести лет является именно центром оказания экстренной медицинской помощи для всех прилегающих районов. Здесь же и крупный хирургический центр, также работающий не только на сам муниципалитет, но и на соседние города и села. Проработавшись столько лет, я очень много видел случаев, когда не успевали оказывать экстренную медицинскую помощь. Не только больным с инфарктами, с инсультами, но и экстренной хирургической помощи. Их просто не успевали довозить. И то, что определенное, это хорошо, что площадка будет расположена очень близко в условиях больницы. При этом медики отмечают, та информация, которая сейчас гуляет среди населения Шудаяга, мягко говоря, неправодива. Врубать два гектара леса никто не планирует. Площадка займет чуть больше 500 квадратных метров. А в соответствии с последними антитеррористическими нормами, в этом месте и вовсе запрещено находиться посторонним людям. По правилам, территория больничных комплексов должна быть огорожена. И уж тем более, это место не может считаться прогулочным парком и территорией для игровых детских площадок. Сетовали горожане и на то, что якобы рядом, конечно, чуть подальше, уже есть подходящая вертолетная площадка. А потом устроить новую нерезонно. Но этот миф развеял лично министр здравоохранения КОМИ. С наглядными примерами на карте. Нами были рассмотрены различные варианты. Первый вариант, который рассматривался, это вот это пятно. Оно, значит, тут практически отсутствует лес. Но было отклонено по той причине, что мы не получили согласование у электросетей, потому что между этим пятном и вот этими сооружениями проходит линия электропередач. То есть нам сразу же этот вариант отстранили. Рассматривался вариант также использования вертолетной площадки, которая когда-то строилась для нужд газовиков, для строительства линия электропередач. Значит, эта площадка имеет маленький размер. Нам она не подходит, потому что мы должны сделать настоящую вертолетную площадку. Значит, проект должен пройти главгосэкспертизу в федеральном центре. Поэтому для того, чтобы здесь сделать вертолетную площадку, соответствующим нормативам нужно было перевести земли сельхозное значение, которое, вы видите, вот здесь рядом располагается, в земли промышленные. Это занимает не менее полугода. По прогнозу Минздрава, вертолетная площадка будет использоваться лишь 2-3 раза в месяц. И только для доставки пациентов в крайне тяжелом состоянии. Пока же сам авиации надежно прикрыт в республике лишь север со стороны Печоры и юг со стороны Сыктывкара. А вот вся центральная часть Коми пока в зоне риска. И этот риск нужно максимально минимизировать и как можно скорее.